Салют, чуваки, с вами Кит, мы с вами возвращаемся в The Old Realms, и я только что нанял светлого волшебника, который нам с вами безусловно просто поможет в наших скитаниях, в наших битвах и так далее. Давайте посмотрим, что он умеет. Так, во-первых, защита от стрел добавляет заклинателю физическое сопротивление на 15 секунд, ничего интересного. А также из рук заклинателя вылетает заряд очищающей энергии, сушающий зло везде, куда бы оно ни попало. Не особо понятно, будет ли это заклинание против зла, работать и против обычных дезертиров, бандитов и так далее, но как минимум нежить и будет явно не прикольно. Так, ну что ж, у нас с вами уже два спутника в нашем клане, это еще не финал, и это хорошо, потому что нам с вами необходим, как я уже говорил, вампир и некроман для полного сетапа, потому что я хочу немножечко разнообразить всю эту деятельность. А между прочим, как мы с вами видим, от вампиров, как таковых, ничего вообще уже не осталось, между прочим, то есть все вампирские территории-территории нежити, все это захвачено, а они находились примерно вот здесь. То есть смотрите, у нас с вами прошло примерно два с небольшим игровых года, и нежить и, ну типа все ее сторонники, неизбежно были уничтожены. Примерно, точно так же, как во время первого нашего с вами прохождения, это говорит нам с вами о том, что дисбаланс все еще дикий, просто течайший и явно не в пользу нежити, несмотря на то, что ее немножечко все-таки апнули в последних патчах, ну в последнем, вернее, патче для этого мода в крупном, но это не помогло. То есть нежить все еще в заднице, безусловно. Соответственно, меня, кстати говоря, просили начать позже второе прохождение именно за каких-нибудь вампиров, условно, и если мы его с вами начнем, то начнем мы его сразу с какого-то уровня клана сходу, типа как вассала или как даже правитель данной фракции, то есть правитель вампиров и так далее. То есть если мы с вами будем начинать как, ну, с самого нуля, с нулевым уровнем клана и так далее, как обычный, не знаю, вот боец, как было здесь, допустим, или просто обычный странник, к моменту, когда мы с вами дорастем хотя бы до вассала, тех же вампиров, той же нежити уже не будет, так что нам с вами, ну, нужно это просто учесть. Конечно, все зависит от того, когда это прохождение начнется Может, в момент уже выйдет новый патч какой-нибудь, допустим, уже на 1.8.0 А не на 1.7.1, на котором мы сейчас с вами играем В общем, факторов довольно-таки много разнообразных И пока об этом судить рановато Что там и как будет, но просто ставлю вас в известность Что в данный момент нежить неиграбельно За нее победить просто невозможно Потому что дальнобойные войска обычных людей Раздалбывают простых работяг из нежити Просто в пух и прах Так что это нужно просто-напросто иметь в виду Так, что у нас по другим отрядам? Так, хорошо У нас как бы спутники наши Один типа дальнобойным считается Другой считается пехотинцем То есть вот этот вот светлый маг Очень странная дичь на самом деле Но ладно, давайте их расставим Да, он действительно считается пехотинцем Очень странно Хотя магия должна быть Магия у него как бы есть Но ладно Не суть Мы сейчас с вами немножко побьем бандитов Да, все еще РТС-камера здесь Криво работает Ускорение в боях Естественно нету Что меня довольно сильно печалит Какая-то светлая магия, как мы видим С вами полетела Естественно никого не убила Но тем не менее Все равно начало хорошая пушка Это все еще с гигантским навесом Просто стреляет Который просчитать довольно сложновато На дальних областях Давайте-ка запульнем в них шар огненный Который вы сами, думаю, видели А к чему только что привел Для наших противников Ну, в общем, один только я С плюхи 14 человек вынес Потому что, ну, они близко просто стояли Поэтому мы их разбомбили Но опять же, все благодаря мне Я еще и пять в атлетике И за одной плюхи просто получил Ну, то есть Магия здесь просто чума Но все равно я удивлен Почему нежи так быстро разбили Ведь у них самая мощная Самая сильная магия Но, наверное, из-за того Что им просто не дали времени То есть, наверняка Все лорды Которые появляются здесь С самого начала Тоже появляются С самой базовой магией Так же, как и мы с вами И, соответственно Наверное, им нужно просто время Чтобы накопить золото На какие-то крутые заклинания Также им нужно время Чтобы обучиться Стать, типа, адептами Не знаю, ну, как и я Типа в этом В своей сфере магии И так далее В общем, стать круче А времени им на это дело Просто-напросто, к сожалению Не предоставляют И это печально Из-за этого они, конечно же Ну, серьезно Мягко говоря Лажают Это очень печально Но, ладно Просто факт Мы все равно с вами Собирались играть за нуль Ну, то есть За вот эту вот фракцию Как она у нас тут с вами называется Визенленд Визенленд Не знаю, как правильно читается Вы поняли То есть за нижних пацанов Будем играть Вот И уже отсюда Будем двигаться И будем Карать всех остальных людей Визендук По факту Это просто битва людей Против людей Вампирские лорды Наверняка Ну и кланы, соответственно Наверняка куда-то делись То есть Если мы, наверное Заглянем в дипломатию Можно будет посмотреть Что у некоторых фракций К ним присоединились Другие кланы Кстати говоря Здесь кланы наемников Кастомные Уже какие-то заделаны Очень прикольно Вот То есть Вампирские королевства И прочее Наверняка должны были Уже куда-то Кому-то присоединиться То есть Блин, да У меня еще подгрузка Не завершилась до конца Но сейчас уже получше То есть мы видим Да, вот Вампирские лорды Есть, конечно Но они все Как бы сидят в плену И так далее И так далее Кстати говоря У них еще У них еще Блин, дофига Всяких отрицательных черт И так далее И выглядят Кстати говоря Они, блин Ну очень эпично Если честно Я еще удивлен Что типа Вампиры Дружат спокойно С людьми Ну это ладно Это уже Мелочь на самом деле Ну блин Они мне нравятся Они прям Круто И солидно Выглядят Я бы сказал Но ладно Сейчас-то речь не об этом О том Как бы нам с вами Быстренько Дорасти Хотя бы До второго ранга Начать играть наемником И уже Как-то потихонечку Участвовать В каких-то Движниках Дабы Приобрести Так сказать Масштабы В этой игре То есть у нас были Крутые масштабные битвы Когда мы с вами Участвовали как солдат Это конечно Была редкая движуха Но все равно Более интересная Чем сейчас И самое тупое Здесь нет Какого-то Серьезного Более-менее Подъема Ну то есть Максимум Что я сейчас могу сделать Для того Чтобы быстро Повышать себе Известность Это то есть Находить большие отряды Ну в принципе Как и в ваниле Все это как бы Прикольно Но этого не хватает Конечно Могу сейчас попытаться С налетчиками хаоса Повозиться Сам-то я их убью Окей В принципе Даже без проблем Но блин Одно дело сам Другое дело в команде То есть Я сейчас смогу Их победить Лишь Тогда Когда Как бы Объяснить там Кстати вот Допустим Совершать налет Они хотят Давайте им здесь Помешаем И соответственно Патруль 130 человек Нифига себе Попробуем В общем Помочь Каким-то Образом Данной Деревушки Когда На нее Будут Нападать Мы Здесь Подсобим И После этого Уже Нам будет Проще Потому что Будет Какая-то Кучка Небольшая Жителей Которая Скажем так Примет Удар На себя А для нас Это будет Неплохим Таким Бонусом Жаль Конечно Что Битва Будет В ночное Время Хотя Может быть Можно Как-то Нет Нельзя Если Мы Подождем То Вот Это Товарищ Заберет Весь Наш С вами Успех Почет И Уважение Ну Что Ж К сожалению Моему Не выдали Мне Бонусов Под Бонусами Естественно Имею Ввиду Чувачков Из Деревни Которые Должны Были Помогать Мне Защищать Их Собственную Деревню Что Было Бы Как По Мне Немножечко Логично Ладно Дело Десятое Так Пушку Мы С вами Перезарядили Давайте Быстро Постреляем В этот Хаос Маги То есть Нам С вами Нужно Как Можно Больше Чуваков Хаоса Забить Непонятно Что Там Будут За Чуваки Насколько Они Будут Мощными И так Далее Но Нужно Просто Выжить Скажем Так Из Которые Были В толпе Да Твою Ж Мать Надо Смотреть На Дорогу Но Блин Не Могу Потому Что Мне Нужно Обстреливать Наших Врагов Которые Дойдут А они Дойдут Уж Поверьте До Наших И порвут Их Просто В салат Ну Если Меня Не Порвут Раньше Как Вы Видите Кавалерист Так Давайте Ка Мы У нас Должна Магия Малого Табло Ну А этот Хрен Получит Обычной Магией В Табло Чтобы Он Меня Не Беспокоил Потому Что Я вижу Что Для него Я стал Прям Чуть ли Не Основной Целью А мне Это Не Нравится Так Все Здоровенная Кучка Врагов Которую Я Метнул Ну Не Тот Эффект На который Я Рассчитывал Но Все равно Неплохо Все Равно Неплохо Так Все Можно Начать Отстреливать Отстреливать Нужно Так Попал Видимо В щит В какой-то А Все Отстрел Закончился Плюс Видим Кавалеристы Наших Здесь Еще Немножечко Мучают Вражеские Естественно Так Вонючие Какие-то Войны Еще Какая-то Хрень Вот Какой-то Хрен Хаоса Который Нам Здесь С вами Мешает Так Давайте Магия Раз Так Огненный Шар Откатился Блин А мана На него Закончилась Маны На огненный Шар Не хватает От Это Проблемка Как по мне Плюс Пули Небесконечные Ну думаю Сами Понимаете Так Нужно Чтобы Наши Отступили Немножко Подразнили Противника Чем Дольше Они Не Вступают В битву Тем Дольше Я смогу Со стороны Настреливать Ну думаю Сами Понимаете Тем Более Не забываем Что У врага Еще И щиты Есть Что Естественно Неплохо Для меня То есть Их щиты Это то Чем Они будут От меня Отбиваться Мои Еще Дохнут Просто В огромных Количествах То есть Мне осталось Лишь Эта винтовка Которая Я могу Что-то Еще Делать Хоть И не Сильно Много Но Это Все Мана У меня Так Все Моим Надо Приказать Отступить Так Я не Помню Блин Какая Это Кнопка Так Отступить F7 Все Пусть Они Пацанов Хаоса Забили Но Этого Мало Этого Катастрофически Просто Мало И мне Еще Нужно В идеале Стрелять Врагам В головы А В темное Время Суток И так Далее Это Сложновато Как Думаю Сами Понимаете Да И Учитывая Навес Этого Оружия Ну Тоже Такой Ублюдский Это Плохо Ну И По Щитам Я Конечно Буду Бить Но Этого Не Хватит Просто Физически То 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 Мне Нужно Не Щиты Пробивать Мне Нужно Убивать Каждой Пули И Даже Тогда Мне Пуль Ну Не Хватит То Да Я Забил 20 Человек В этой Битве Я Молодец И так Далее Но Этого Мало Этого Тупо Мало Ну И Меня Здесь В итоге Покарали Я Думал Успею Настрелять Побольше Прокачаться И так Далее И Свалим С Отрядом Как Вы Понимаете Нифига В итоге Меня Взяли В плен Спутники Мы Где-то Там Ну Разлетелись Наверняка Ну Сейчас Разлетятся После того Как Меня Освободят Но Как Факт Да Мы С вами Растеряли Спутников И Растеряли О чем Растеряли А Ну Парочку Лошадей Мулов И так Далее Но Это Мелочи Главное Что Выжили Как По Мне Так А По Войскам Здесь Кто У нас С вами Нанимается Те Же Самые Да Все Это Имперское То есть Можно Даже Этих Бомжей Понанимать Чисто Для Ускорения Передвижения Опять же До Хаоса Мне Как До Китая Возможно Свалия Пораньше Или Делая Классическую Тактику Отступить Наступить И так Далее Было Бо Шанс Ну Или Если Я Пошел На Укрытие Хаоса То есть Укрытие Хаоса Или Нет Это Долбанное Классическое Укрытие Где Вас 10 Врага 15 20 Но Тем Не Менее От Этого Можно Играть Потому Что Есть Различные Варианты Того Как Можно Ну Типа Ты Бьешь Их Не Толпа На Толпу А Бьешь Разрозненно Плюс Опять Есть Маги И Куча Других Приколюх Которые Могут Естественно Помочь Огненного Мага С вами Нашли Давайте В тавернику Добровольцы Вольнарод И Даже Не знаю Кто Это Но Народ Добрать Будет Легко Но Добрать Тот же Самый Народ Что У меня Был То есть По Уровне Это Будет Немножечко Посложнее Так В Мейсон Нужно Сгонять За Нашим С вами Светлым Магом Естественно Чтобы Как-то Восстановить То что У нас С вами Было Добрать По пути Войска Ну и Видимо Мне придется Долго Сидеть И Качаться На Всяких Вот Этих Вот Мародерах Убежищах И Прочей Бесполезной Фигне Это Будет Необходимо Сделать Для того Чтобы Мы С вами Все Таки Вырулили Наконец Таки Хотя бы В наемнике И Известности Ну и Быстрее Короче Перешли В Басальную Тему Так У нас Здесь Есть Воин Жрец Который Болтает Молитвами Есть Охотники На Ведьем Которые Крутые В ближнем Или Дальнем Бою Но Бесполезно В точке Зрения Магии А мы Именно На Магию Как бы Делаем Основной Упор Поэтому Данные Ребятки Нам Сами К сожалению Не Подходят Но Ладно Свои 30 человек Я снова Нанял Ну Вернее 28 Теперь Время Для Меня Ходить Бегать Убивать Защищать Укрытие И делать Прочую Всякую Как по мне Немного Бесполезную Фигню Но К сожалению Без этого И никакой Прогрессии У нас С вами Не будет Ну Что ж Наконец Настало Время Стать Этим Самым Долбаным Наемником Хоть Что-то Оказывается Так Враги Враги Да Оказывается Я немножко Ошибся В расчетах И нам С вами Было Достаточно Первого Уровня Клана На втором Становишься Вассалом А на третьем Я так понимаю Можешь стать Королем Очень странно Возможно Разработчики Мода Здесь все это Дело Изменили Потому что Раньше Вассалом Ты мог Стать Лишь С третьего Уровня Клана С четвертого Ты мог Стать Этим Королем Но Видимо Короче Они вернули Старые Параметры Которые Были В игре Еще До Патчей 1.6 0 Или 1.7 0 Когда все Дело Изменили Я не удивлюсь Если здесь Создать свое Королевство Можно Будет Когда Ты Просто Нажав На кнопку Как Раньше Во вкладке Клан А не Как Сейчас Чтобы Ну Типа Поболтав С кем Заранее Но Не важно А сейчас Мы с вами Говорим Не об этом Давайте Посмотрим На дипломатию С чем Едят То есть Как Одна десятая От моей А я Всего Лишь Маленький Бесполезный Клан Первого Уровня Чтобы Вы Понимали То есть Да Вампиров Нежить И прочее Просто Уничтожили На удивление А Кстати Нет Это Нормальная Фракция Которая Захватила Все Вампирские Земли Я Не удивлен Что Они Мощные Петухи Не особо Сильные Но Для Клан У которого Всего Лишь Один Город Они Довольно Неплохо Держатся Ну и Вот Эти Наши Ближайшие Соседи У Них С нами Сейчас Война Я Это Заметил Когда Хотел В Вот Этом Городе Построить Себе Еще Одну Пивоварню А Вижу Что Город Уже В Осаде Ну Я Естественно Был Разочарован Пришлось Ставить В Нуль Но Тем Не Бабки Главное Что Нам С Вот Жирненький Отряд Я Смогу Поддерживать И Тем Не Менее Выходить В Небольшой Плюс Я Надеялся Что Смогу Найти Себе Еще Спутника Кузнеца Но Не повезло Не Фортануло Вообще Ни Одного Кузнеца Нету Поэтому Самостоятельно Моему Персонажу Качать Кузнечное Дело Это Будет Не Особо Просто Учитывая Что Я Уже 14 Плюс Мне Еще Нужны Навыки Вот В Этих Трех Стизях Это Не Обязательно То Здесь Уже Более Чем Хватит На Какую То Базу Если Угодно Но Хотелось Бы По Максимуму Забить Но Уже Не Получится Кузнечное Дело С Отвратительной Просто Выносливость То Я Сомневаюсь Что Даже До Сот Не Смогу Докачать Это Вот Дело То Кажется У меня Аня Кстати У меня Автоматическое Нету Абсолютно Это Меня Разочаровывает Если честно Я надеялся Что Будут Хоть Немного Вкачанные Пацаны Но Никто Нам Сами Не Мешает Найти Подходящего Парня Не Особо Важно Кто Это Будет Но Возможно Это Будет Какой Нибудь Долбанный Скелет С Хорошая Атлетика Наверняка Там И Выносливость Что Более Менее Вкачана Ну Или Что Нибудь Просто Тьма Вот Допустим Хороший Вампир Который Где-то Там В данный Момент То есть Мы все Рано Будем Нанимать Дополнительных Чуваков И думаю Хотя бы Один Из этих Доп Чуваков Окажется Нам С вами Полезен В Как раз Таки Этих Самых Кузнечных Делах Но Сейчас Пока Не до Этого Сейчас У нас С вами Все Отлично И Заниматься В данный Мент Кузнечным Делом Не Нужно Я На нем Хочу Сверточиться Потом Чтобы Быстро Поднять Деньги Быстро Себе И Всем Своим Спутникам Вкачать Топовые Заклинания И Чтобы Мы Ну И Пушки Соответственно Тоже Но Это Будет Чуть Позже Но Суть Вы Поняли Чтобы Мы Просто Шли Все К чертям Собачьим Разрывали И Наш Королевство Захватило Все Что Только Можно То Город Существует Чтоб Вы Понимали У Которого Две Жалкие Бесполезные Деревеньки Ну Ладно Дело Десятое В общем Хороший Защищенный Город Был бы Очень Даже Неплохим Для Мастерской Но Когда У Мне Откроются Когда Появятся Деньги И Возможность Третьей Мастерской Тогда Мы Этим И Займемся Там Чем Будь Поставим Скорее Все Пивоварня Потому Что Пивоварня Это Мастерская Вот Чувачок Который Наверняка Захочет Мне Порвать Жопу Я Инфосот Как говорится Здесь Говорю Вам Давайте Посмотрим 15 рекрутов То есть Ничем Сверхотестным Он не Выделяется Скорее Всего Мы С вами Его Порвем Особенно Учитывая Что У нас Три Колдуна В Боевом Отряде Вместо Одного Ну Давайте Давайте Жопу Ему Нам Мы Да Он Сам Напал Это Очень Интересный Колдун Даже Понятия Не имею Чем Же Он Таким Колдует И Колдует Ли Вообще Нет Но Здесь Как-то Никак Не Описывается Учитывая Какая У него Палка Он Наверняка Какой-то Волшебник Не знаю Уж Светлый Или Темный Но На самом То Деле Это Все Не Особо То И Важно Так Главное Здесь Заклинателя Вот Особенно Вот Этого Парня Лучше Убрать Он Только Мешает Из Этого Подразделения Ну Или Хотя Б В общем Ставить Их Не Одного За Другим Потому Что Эти Придурки Начинают Друг Вдруг Шмалять Маги То Союзников Как бы Не Видят У них Про Френдли Файр Короче говоря Вообще Ничего Им Не Говорили То Это Это Не Настроено Поэтому Как Дебилы Они Себя И Ведут Я Не Знаю Что Нужно Сделать Чтобы Маг Стал Дальнобойным Пацаном То Либо Палку У него Забрать Но Это Опять же Глупо Потому Что Это Ослабит Его Как Боевую Единицу Палка Это У нас Крутая То Это Ближнем Бою Крутая Вещь И Как Таковая Тоже Вещь Вообще Шикарнейшая Так Что Убирать Ее Я Бо Не Хотел Прокачивает Ему Буквально Все Просто Чумовая Херобора Так Давайте Ка Сюда Еще Магию Замутим Ну Все Можно Нашу Палку Убивалку Включать И Начинать Настрел Чувака Вот Это Вам Нужно Оставить Без Лошади Просто Потому Что Я Так Хочу Но Остальные Пули Можно Просто Поэтому От него Нужно Избавиться Но Быстрее Скорее От Кавалериста Потому Что Он Может Мне Ё Перный Театр Я Не знаю Чем Он Колдует Но Колдует Он Очень Жестко Играет Вообще Без Правил Парень Так Огненный Шар Откадешился Да Сейчас Нужно Огненным Шаром Убить Именно Этого Колдуна На Все Остальное Наплевать Он Колдует Магией Но Даже Если Мои Сейчас Не Справятся Я Как бы Сам Всех Врагов Перебью Это Не Особо Проблемно Для Меня Будет Но Надеюсь Что Справится Потому Что Я Долго Здесь Ковырялся И Надеялся Что Мои Пацаны Будут Как Минимум Не Бесполезным Куском Говна Ну И Надеюсь Что Они Оправдают Мои Надежды Так Кавалериста Вот этого Еще Прибить Поганого Но К сожалению Магии Пулять Нельзя Так Вражеских Знаменосцев Надо Здесь Порубить Немножечко В салат Так Ну И Кавалериста Этого Долубаного Осталось Пристрелить Ну Или По крайней Мере Его Коня Не Сильно Важно А Все Он Свалил Скотин Они Кстати Убили Убили Его Под Самый Занавес Ну В общем Мы Здесь С вами Потеряли 25 Человек Чтоб Вы Понимали Я Даже Не Уверен Кто Убил Больше Всех Мои Допустим Колдуны Вообще Никого Не Убили Так Понимаю Их Просто Вот Тот Спел С Небес Просто Напросто Этих Двоих Идиотов Искосил Они Ничего Сделать Особо Не Смогли В Отличии От Меня Но Все Равно То Вы Думаю Рекурты Убили Больше Всех Кроме Меня Нихрена Себя Не Дают Но Видимо Потому Что Их Дофига Не Суть То Думаю Вы Теперь Понимаете Насколько Здесь Будут Реально Ожесточенные Битвы В Хай Левел Боях Особенно Если Это Будет Битва Армии Где Будет На Одну Армию Колдунов 5 10 Минимум Ну Если Естественно Дебильные Колдуны Не Сольются То Все Будет Просто Жесть Как Мощно Просто Жесть Ну И Соответственно Не Стоит О 28 Человек Все Осталось Мне Не Нравится Естественно Не Стоит Забывать Еще Тот Факт Что Теперь Нужно В Прямом Смысле Фокусить Лордов То Есть Раньше Их Тоже Нужно Было Фокусить Но Лишь Для Того Чтобы Так Продаем Вот Лишь Для Того Чтобы Немножко Понизить Мораль Боевого Духа У Врагов То Это Все Равно Влияло Ну Так Себе То Есть Реально Серьезного Эффекта В этом Деле Не Был А тут Один Лорд Если Его Не Контролировать Спокойно Может Несколько Десятков Человек Убить И Будет Чувствовать Себ Буквально В шоколаде Это Довольно Таки Жестко И Такое Дерьмо Просто Необходимо Контролировать Так что Да Так что Здесь Будет Мягко Говоря Не Просто Так Давайте Кахавчика Мы Нашим Крутым Пацанам Закупим Просто Потому Что Нужно Им Что Закупить Просто Потому Что Они Этого Дела Заслужили За Хорошую Оборону Плюс Нужно Естественно Качать Им Боевой Дух Через Бонусом Еще Управление Прокачивать Потому Что Довольно Полезная Характеристика С доп Опытом И так Далее Ну Не мне Вам Объяснять Вы Много Моих Прохождений Смотрели Даже Наверное Больше Чем Я Так что Вы Знаете Что Это Необходимо Причем Очень Очень Сильно А мне Нужно Сейчас Побегать И набрать Еще Солдат Что Поучаствовать В каком Нибудь Ральном Дерьме Чет Мне Кажется Я Немножко Облажался То Есть У Нульна Закончилась Война С этим Государством Я такой Думаю Давайте Ка я Разграблю Деревушку Как я Часто Делаю Начнется Война Которая Будет Как бы Ну Начнется Короче Новая Война Из-за Этого Будет Как бы Веселуха Экшен И все Такое А в итоге Меня Кикают С королевства В Нульне Потому что Якобы Я их Подвел И так Далее Так Еще Мой Клан Теперь Полностью Воюют С одним Из Государств Мне Это Блин Вообще Не Нравится Но Кстати Горя Соотношение С Основным Кланом Все Еще Отличное Так Что Туда Меня Без Проблем Примут Но Не знаю Возьмут ли Наемникам Что Если Нет Придется Дожидаться Васального Титула Это Не Факт Что В ближайшее Время Я Быстренько Смогу Забабахать Хотя Там Не особо Много Нужно Ну В общем Да Выделывался На меня Здесь Напала Какая Это Дамочка И Мне Нужно Ее Побить А Она Явно Не Из Слабых И Кавалерия 17 Человек Как Они Луки Ну И Она Сама Наверняка Какой Нибудь Я Не знаю Даже Колдун Она Или Нет Но Судя По Виду Сомневаюсь В общем Посмотрим Так Ну Наш Пацанчики Подойду Слишком Близко Меня Вражеские Кавалеристы Порвут Коих Ну Сами Видите Дофига Кстати говоря Они Уже Настроены Меня Порвать Идут Тупо На Опережение И готовятся Порвать Мою Бледную Задницу Это Неприятно Плюс Вагон Еще Арбалетчиков И Господи Хуже Просто Нельзя Было Выстрелить Боже Что Вы Делаете С Лошадьми Долбаные Вы Ублюдки Жесть Просто Какая Это Происходит Надеюсь Наши Здесь С Вражескими Кавалеристами Как-то Разберутся Ну Или С Их Лошадьми Или С Кем-то Еще Я Без Понятия Что За Вакханаля Я Без Понятия Враги Это Или Свои Как Говорится Но Бить Буду Всех Бить Буду Жестко А Что Получится То Получится Но Мне Уже Нравится Данный Исход То Вражеская Кавалерия Здесь Как мы Видим Довольно Жесткая Настолько Жесткая Что Мне Противопоставить Особо Нечего Ну По крайней Мере Моим Войскам Мне То Есть Чего Противопоставить У меня Здесь Пушки И Маги И так Далее Вопрос Лишь Хватит Ли Мне Одного Чтоб Порвать Всю Вражескую Армию А я Сильно Сомневаюсь Вот То есть Я кстати Горя Да Видите Могу Могу Играть За этого Мага Долбаного Но Опять же Он Вообще И близко Даже Не сравнится С моим Основным Персонажем По Мощам И так Далее Возможно Он Пехотинцем Навалит То есть Здесь Видите Магический Урон Посох Наносит Физически Ну В принципе Как и тот Просто Магия Была Другая Суть Не меняется То есть Посоха Да Можно наваливать Жестко Но Насколько Этого Хватит То есть Все Мы уже Облажали Чтоб вы Понимали Все Магу Хана И Финита Ля Кометия Пацанчик Хороший Но Этот Вообще Израсходовал Всю свою Магию Чтоб вы Понимали Мечик У него Здесь А Это Я ему Мечик Дал Меч Кстати Забрать Надо Потому что Его Посох Его Посох Просто В разы Лучше Любого Меча Боже Что Что За Ужас Сраная Кавалерия Посох В разы Лучше Любого Меча Поэтому Но Это Его Лишь Ослабляет Надо Будет Вместо Этого Дать Ему Пушку Или Вообще Ничего Не Давать Ну Или Магию В конце Ксюр Прокачать Здесь Долго Не Простоишь Сами Понимаете Стрелы И так Далее Присесть Можно Но Это Уже Не Важно То есть Нас Распяли Просто В пух И прах И я Даже Самостоятельно Ничего Сделать Не Смог Вот Так Вот И Захотел Экшона А по итогу Капитально Облажался Потеряв Наверняка Большую Часть Своего Инвентаря Немножечко Потеряв Самоуважение Ну И начав Войну Одним Кланом С Целой Фракцией Что Как вы Понимаете Довольно Таки Хреново Да Нужно Будет Войны А потом Уже Нанять Войска И Из этого Как-то Крутиться Вертеться И так Далее Я еще Надеюсь Что Мастерские Мои Да Не Тронули Это Просто Шикарно Так что Постараемся Все это Изменить Уже В следующей Серии Ну И так же Естественно Я постараюсь За кадром Немножечко Поиграть То есть Чтоб Мы с вами Стартанули Следующую Серию Уже К моменту Когда Я вернусь В государство У которого Есть Ну То есть Ну В котором Я только что Сражался За Которое Чтоб Уже Сразу Была Война У меня Были Войны Чтоб Все было Шикарно И сразу Пойдем Делать Экшен В процессе Наверняка Я немножечко Подкоплю Еще Известности И Плюс Минус К середине Следующей Серии Мы Уже С вами Станем Бассалом Это Будет Уже Хорошо Ну Что ж А у меня Там Все С вами Был Кит Всем Пока